Ветер перемен Приветствую! С вами Елена Литвиненко, актриса с опытом работы на радио и телевидении, ведущая и тренер обучающего интернет-проекта «Ветер перемен», в котором я делюсь своими секретами мастерства общения, выступлений и харизмы голоса. Мы уже с вами затронули тему харизмы, и в прошлом своем видео я говорила о том, что любые внешние проявления харизматических людей, они всегда основаны на каких-то убеждениях и свойствах мышления. По мнению одного из психологов, за харизмой всегда кроется какая-то идея, которую человек воплощает на протяжении своей жизни. Собственно, харизма — это и есть инструмент для ее воплощения. Поэтому современные нам харизматики — это всегда люди дела. Среди них, естественно, много различного рода лидеров и руководителей, в том числе успешных руководителей предприятий. И сегодня я подготовила для вас маленькую историю, в которой я расскажу о состоявшейся встрече с одним из таких руководителей. Как пример. И если помните, я упомянула о том, что харизма может произрастать на уже имеющихся неких зернах, предпосылках, которые есть у человека. Оливия Фокс Каббейн пишет, что в человеке обязательно должны присутствовать сила и теплота. Сила имеется в виду, естественно, что сила характера, сила духа. И теплота, естественно, что интерес к людям, теплота душевная, эмпатия, умение сочувствовать и сопереживать вместе с людьми. Естественно, что оба эти качества, они не могут быть врожденными. Они закладываются в человеке еще в юности, а может быть даже в детстве. Кроме того, к ним я добавила бы еще такое одно качество, которое, может быть, передается с генами. Это личное обаяние. Это не именно красота какая-то внешняя, но какая-то притягательность. Вот то, что воспевают поэты, да? Необыкновенная грация, замечательная улыбка, какое-то вот такое умение слушать, воспринимать, вступать в какой-то такой очень тесный личностный контакт. И вот это личное обаяние, оно может быть совершенно различное. От жизнерадостности какой-то, легкости, подвижности до совершенно противоположных, например, характеристик, тонности, загадочности. Тем не менее, это людей притягивает. Вот если у вас есть эти зерна, возможно, жизнь вас, как говорится, била, и вы воспитали в себе эту силу духа, силу характера. Вы целеустремленный человек, который может достигать различных целей. Возможно, у вас также есть теплота и личное обаяние. И это те самые зерна, которые позволяют вам при небольшом усилии стать харизматичной личностью. Так вот, теперь я хотела бы перейти, собственно, к истории. И однажды, как принято говорить в истории, в ходе подготовки одного крупного творческого мероприятия было решено привлечь к нему спонсоров. И, естественно, я, как один из членов оргкомитета, должна была пойти и наладить связи с некоторыми организациями, точнее, руководителями организаций, и предложить им стать нашими спонсорами. И я договорилась о такой встрече. Когда я пришла, меня встретила очень интересная, миловидная, улыбчивая дама. Назовем эту даму, руководителя этого предприятия, условно, Светлана Ивановна. Она сидела за столом, и плечи ее были слегка опущены. Руки она сложила вот так вот на столе, и в течение всей нашей беседы так и не разомкнула их ни разу. Она слушала меня, мило улыбаясь, но ни разу не кочнула головой. Взгляд ее время от времени блуждал, и она как будто бы слегка вздыхала. Она не задавала никаких встречных вопросов, и ее вполне устраивало, что я достаточно энергичная и веду беседу, собственно говоря, сама. Иногда она произносила нечто вроде «Угу, поняла». Голос у нее был достаточно тихий, и, я бы сказала, такой пастельных тонов. Когда я задала ей вопрос о том, что она думает по поводу моего предложения, и насколько им интересно с нами посотрудничать, она сделала примерно так. Естественно, что это было прочитано как подтекст. Ну, не знаю, может быть, надо подумать. Как-то так. И если до этого момента у меня были какие-то такие смутные подозрения, то в этот самый момент я очень сильно стала подозревать «А действительно ли именно Светлана Ивановна харизматичный руководитель этой организации, который позволяет ей быть успешной, на плаву, очень громкой, скажем так, фирмой?» А не кроется ли за ее спиной какой-то серый кардинал? Может быть, Светлана Ивановна только милое лицо, обложка этого замечательного предприятия, которое стало нашими спонсорами в итоге. Почему у меня зародились такие сомнения? Как вы думаете? Ну да, поза с опущенными плечами как-то так не очень ляжется с харизматичной личностью, не так ли? Взгляд. Поддерживать зрительный контакт очень важно. Буквально-таки не отрываясь. Люди, которые заинтересованы чем-то, которые выражают так называемую ту самую теплоту и эмпатию, они с интересом выслушивают людей. Более того, они умеют слушать. И этот навык активного слушания, его тоже можно развивать. То есть, как правило, люди, которые слушают активно, они какие-то вопросы поясняющие задают, кивают головой, какими-то небольшими, может быть, словами дают понять, что да-да, ага, все понятно. Как правило, это с кивками головой связано. Либо, если вы говорите какую-то монологическую речь и там, как говорится, ничего не вставишь, то вот такая склоненная голова и опять же неотрывный зрительный контакт, он говорит о том, что человек вас достаточно внимательно слушает. и так, мимика. Человек выражает в мимике, даже микромимика выражает то, как он к чему-то относится. Либо он с интересом это слушает, и у него подаются плечи вперед, да, и на лице написано, вся его мимика свидетельствует о том, что он заинтересован в том, что вы говорите, даже если он вам потом откажет, но он вас слушает активно. Руки, сцепленные вот таким вот образом, это, по сути дела, закрытый жест, который тоже не свойственен харизматикам, людям с идеей, которые могут увлечь и вести какой-то коллектив за собой. Как правило, это какой-то такой открытый жест, да, то есть вот, говорят, люди показывают ладони, а не открытый. Вот, ладонь, да, то есть открытый жест. Не такой, и, естественно, не такой, и не такой, да, это все закрытые позы. Открытая ладонь, какая-то жестикуляция, которая подтверждает мысль, делает речь более красноречивой. Вот это свойственна харизматика. Кроме того, руки не должны быть безвольными. Вот такие вот висящие ладони, даже если они открытые, вот такие вот пальцы. Это, естественно, не говорит о силе, которая должна бы присутствовать где-то внутри силы духа, силы характера. Естественно, что сильный дух, сильный характер и сильный жест. Он может быть самый разнообразный. Это совершенно не означает, что жест такой, как я показала. Жесты могут быть самые разнообразные у различных людей, совершенно различные. Знаете, как дедушка Ленин показывал, тоже такой красноречивый жест. Так вот, что касается жестов, осанки, мимики, выражения глаз и взгляда вообще зрительного контакта. Это все те маркеры, те фрагменты, которые могут вам дать представление о том, какой он, этот человек, этот человек внутри. Действительно ли это лидер, руководитель по существу своему, да? Действительно ли это тот человек, который ведет коллектив вперед. Кроме того, тут еще очень важно сказать о походке, которую сейчас, конечно же, я вам не продемонстрирую, но это тоже походка, поверьте мне, с распрямленными плечами и походка такая активная, деловая, несеменящие шажки, да? Это из другой оперы, как говорится. Так чем же закончилась история? Когда после того, как мне, совершенно, в общем-то, не ответили на заданный вопрос, в этот самый момент без стука открылась дверь. И что было потом, вы узнаете в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok